как риэлторам выстроить доверительные отношения со своими клиентами коллеги здравствуйте меня зовут максима милинчук и автор проекта риэлтор на миллион проводя семинар в санкт-петербурге привел пример интересный тест позволяет определить слабые извини в работе с клиентами и определить перспективные направления то есть очень простой несколько минут занимает достаточно ответить на несколько простых вопросов и вся картина перед глазами три варианта ответов считаем баллы и все становится на свои места девятый вопрос такой какой уровень доверия к вам и вашей компании при первой встрече с клиентом хорошо когда клиент знает и фирму и агента причем это реками особенно если рекомендации рекомендации правильная от тех людей которые заплатили достойное вознаграждение потому что бывает ситуации чаще когда риэлтору обращаются по знакомству рассчитывая чтобы он сделал все бесплатно или очень очень дешево ну и самый плохой вариант когда клиент никого не знает и вот я хочу продемонстрировать вам известную такую картинку на которой ну сам видите выражение лица этого человека закрытая поза очень на старт такой оценивающий взгляд и к сожалению пропечаталась не очень хорошо но смысл в том что я не знаю вас я не знаю вашу компанию я не знаю что вы продаете я не знаю ваших клиентов я не знаю кто вы я не знаю в общем перечисляю что ничего не знает про нас и так что вы мне хотите продать вопрошает этот человек и вот здесь очень наглядное такое изображение и вот чтобы наш риэлтор не встречал таких клиентов то перед встречей мы должны подогреть отношения и возможно после первой встречи отношения необходимо то есть мне по нам необходимо чтобы мы не начинали скажем так отношения наши ниже плинтуса дасту из минусов из зоны минус не выходили чтобы у нас в идеале перед встречей уже какое-то впечатление какая-то репутация у нас уже сложилось это хорошо не всегда это получается и сейчас я расскажу несколько приемов на вообще на что обратить внимание вообще доверие это основа всех взаимоотношений и здесь можно сказать что нам необходимо продемонстрировать первое это профессионализм свой мы можем дать какую-то полезную информацию клиенту поэтому второй пункт это действие в интересах клиента весь мало того что человек видит чтобы профессионал но он должен понимать что знание его опыт будет использован в его интересах и наконец третье это частота контакта потому что да если вы мимоходом где-то в проезжающей машине увидели профессионала который возможно действует ваших интересах но после этого вы его нигде не встречаете нигде не видите он с вами никак не контактирует то естественно доверительное отношение вы не выстроите и здесь деталей каких-то мелочей быть не может я во многих и в серии мастер-классов несколько раз касался темы произведение как произвести первое впечатление это и мастер-класс психология влияния это и разговор где мы вели разговор о социальных сетях потому что если вы внимательно посмотрите как и что риэлторы выкладывают в социальные сети как они себя позиционируют то можно ужаснуться потому что ну и абсолютно такие ну ладно эта тема не этого видео я думаю что вы посмотрите в мастер-класс и вы сами увидите там много интересных примеров я приведу учить пример самый простой касается медицины он будет всем понятный вот даже если эти два врача вам ничего не скажут то между одним и вторым скорее всего я думаю что ваш выбор будет очевиден поэтому еще раз возвращаемся к слайду профессионализм мы должны показать себя в одежде в нашем в раздаточных материалах в нашем офисе в своей страничке в социальных сетях вот каждая точка касания с клиентом должна показывать нас профессионалами и 2 мы показываем что действуем интересах клиента и соответственно когда человек это видит постоянно в течение какого-то времени естественно у него он понимает что рядом работают профессионалы на что обратить внимание что почитать что посмотреть ну первая интересная книга которая называется магия мгновенных связей или клик найти ее не просто я смотрел на озоне ссылку я сброшу под это видео если получится заказать она издана была давно у них по моему было бы кинистическая версия посмотрите поищите в интернете интересная книга о том как серии касаний даже очень простых даже просто что попадаться на глаза клиенту постоянно это уже повышает уровень доверия потому что человек и видят он на слуху он на виду и уже отношение совсем другое дальше второй момент значит если мы говорим про чистоту появления да теперь мы говорим о действие в интересах клиента я рекомендую познакомиться с книгой продающие отзывы ее многие прочитали но за первые наверное несколько недель там больше тысячи человек я сразу скачала когда она появилась и вот там проблема была в том что потом люди к сожалению не много что не внедряли поэтому рекомендую еще раз посмотреть еще раз ее почитать вот все кто подписывался на нашем сайте на получение обновлений все ее получают поэтому с этой книгой я вообще открывался наш проект стартовал наш проект и я думаю что эта книга мы специально написали книгу на такую тему которая универсальная она будет универсальной через год и через два и через три и через пять и через десять через сто лет это продающие отзывы что писать в отзывах что говорить клиентам как доносить до клиентов отзывы наших клиентов которые провели с нами успешные сделки следующий момент я хотел обратить внимание на очень интересный мастер-класс который называется продающие видео как риэлторам привлекать клиентов устанавливать доверительные отношения заключать договора с помощью видео видео можно использовать как в виде таких консультаций клиентов вы можете подробно разобрать интересующую тему клиенты видят вас в отличие от 99 процентов риэлторов которых он никогда в жизни увидит он вас видит причем видит что вы хорошая там обстановка определенная вы даете полезную интересную ценную информацию для него я в этом мастер-классе привел несколько десятков вариантов как это как можно взаимодействовать с клиентами что можно как поздравить с праздниками рассказать о новой услуги рассказать о все эти варианты я давал ссылки я показывал успешные примеры я приводил далеко не из не только свои потому что я буквально 5-7 примеров из своей практики и несколько десятков примеров мы привели и компании россии и других стран россия украина казахстан в этом видео я рассказал подробно зачем вообще записывать видео как устанавливать контакт с холодным клиентом какие варианты видео работают лучше всего да еще очень важный момент я рассказал о том как как какие видео можно записать если вы волнуетесь переживаете там комплексуете не хотите вставать перед камерой то есть многим я знаю что не нравится формат формат так называемый говорящая голова которая который формат этот не всем нравится его многие не хотят записывать такой формат из-за этого вообще игнорируют видео поэтому я рекомендую познакомиться с этим мастер-классом действует стопроцентная гарантия если вы посмотрели вам что-то не понравилось то нет проблем мы возвращаем деньги и в общем-то все наши пути расходятся дальше там все при все примеры это практические примеры это эффективно работающие технологии рекомендую заказать записи этого мастер-класса еще раз напоминаю название продающие видео как рилка привлекать клиентов устанавливать с ними доверительные отношения и заключать договора с помощью видео обратите внимание здесь нет ни слова про продвижение про поисковую там оптимизацию как вывести видео в топ эта тема другая это все что касается вы вывода видео на верхняя позиция это будет отдельная мастер-класс дальше это первый первое предложение и второй момент я хотел обратить внимание на еще один мастер-класс который называется психология влияния как оказывать влияние на своих коллег клиентов сотрудников конкурентов я привел пример наверняка вы знаете книгу которая так называется психология влияния роберта чалдини и я взял все примеры которые привел чалдини вообще мы это все внедряли в нашей компании и показал как на практике работают эти инструменты именно в сфере недвижимости именно в нашей компании я приведу примеры еще других компаний очень психология влияния как это все работает как использовать социальные доказательства почему эффективно правила обмена с чего начать выстраивать отношения как поднять свой авторитет в общем все очень подробно разобрал там больше двух часов видео также действует гарантия также действие также все примеры взяты из практики и только работающие технологии и наконец 3 3 вариант который поможет разобраться установление доверительных отношений это псих так прошу прощения это риэлтор в социальных сетях как риэлтору не теряя времени привлекать клиентов и социальных сетей здесь мнение руководителей компании мнение риэлторов вообще разделяются по поводу социальных сетей кто-то считает что в социальных сетях вообще ничего ловить что там клиенты все не интересуются недвижимостью кто-то говорит наоборот что только там и водятся клиенты поэтому здесь необходимо найти золотую середину не тратить свое время а привлекать клиентов именно расширять свою клиентскую базу о чем шла речь как за вели речь о том как заполнить правильно свой профиль какие ошибки совершают риэлторы как найти золотую середину между навязчивостью и пассивным пассивной работой риэлторов социальных сетях как расширить свою базу как создавать не простейшие вещи по мероприятиях о запуске рекламы о том как какие новости публиковать своих в своей ленте в общем все подробно разобрали то есть наша задача это показать себя профессионалом сформировав круг лояльных клиентов и постоянно мозолить им глаза чтобы они с вами выходили на контакт выходили на связь также действует гарантия также действует стопроцентная гарантия в этот мастер-класс основан на практических примерах я приводил примеры не только нашей компании все технологии себя хорошо зарекомендовали закажите записи этого мастер-класса под этим видео находится специальное предложение для тех кто заинтересовался этой темой хочет устан научиться устанавливать доверительные отношения там сделана специальная цена если вы покупаете все в комплекте мастер-классы вся информация находится под этим видео с вами был максима милинчук до встречи